Огромное. Мы тоже надеемся. Вы видите, какой ажиотаж. Слышно, что творится за трибунами. Сейчас начнется буквально через несколько минут второй тайм, и мы будем следить за ходом развития событий. И, конечно, болеть за наших футболистов. Спасибо, Аина. Вам слово. Продолжение следует. 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 коджо 11 тимур талипов еще один легионер 14 у марфа кромчон 19 мансуров шахмур рот 29 давлять амбаратов у ее и опасно держать надо такие моменты что творит оборона лайской команды я думаю на этот вопрос ответят только сами игроки ну непонятно таких ситуациях нужно действовать более надежнее как-то закрывать блокировать не давать возможность для пробития поворотом поэтому как-то непонятно все складывается в этом матче с обороной а лайской команды продолжим 29 давлять амбаратов 30 ильяр сардарбеков два игрока которые перешли из стана канцкая команда в состав овской команды и так же коджо отличный момент ну что же ты будешь делать еще один удар а я ей завершает нужно завершает нужно такие моменты да и вроде пас был таким своевременным но вот с реализации конечно не повезло но тем не менее есть возможность здесь наверстать упущены угловой у ворот а туркминстанской команды будем надеяться сейчас желто-черный что-нибудь да придумают тем более нужно учитывать тот факт что в этом матче все три гола были забиты именно со стандартного положения да вот такая некая интересная статистика у нас есть так тимур талипов есть на штрафную площадь будут ли пробивать пока сложно но тем не менее сумма в таком знаете непонятным таком варианте все складывается в частности в штрафной площади вроде игроков было много а лайская команда но вот достаточно уверенно пробить не удалось и закончу составом команд с протокольной частью этого матча 31 санджар шаршеев и главный тренер немат кушоков и бакет мамата ну что ж с мячом одолжан абдурахманов отыгрыш назад есть навес в сторону штрафной площади но безрезультатно без адресная передача я хал уже на своего территории поле уже взял мяч под контроль так не сумели здесь сохранить мяч желто-черные вы нас мяча вот играешь назад а хал уже в атаке ну что ж нужно опасаться этого коллектива до этого показали как они могут реализовывать свои моменты причем редкие моменты у них всего лишь два маленьких момента было два стандартного положения и стопроцентное исполнение между прочим нарушение правил в центре поля довольно таки грубо сыграли против капитана команды туркменистанской команды и джоэл коджи конечно же по джентльменски помогают стать ильясов визир гильди получил незначительную травму и матч продолжится кстати нужно упомянуть и арбитра сегодняшнем матче главный арбитр у манский специалист омар мубарак марзаку а ал-вакуби и в ему в этом помогает ассистенты лайсманы рашад рашид саид аль-хакман и хамед талиб саиф аль-чафри шафри ну что ж с протокольной частью закончили давайте вернемся к матчу стандартное положение на вешт штрафную площадь ой 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 упускают ну что же творится будет ли удар нужно закрывать отлично отлично вынос мяча должен быть дают дают возможность пробивать что за ошибки что за браки в передачах не понимаю да очень я критично сейчас реагирую на эти моменты мол а как иначе уважаем телезрители как иначе важный матч на носу между прочим мы все ждем что в этом сезоне в кубке афк будут выступать две наших клуба поэтому нужно играть нужно играть тем более дома при родных стенах при своих болельщиках аласька команда обязана победить как бы это пафосно и высокопарно не звучало но тем не менее этого ждут все и так редкая атака ахала неплохо сейчас играет игрок под одним номером газовиков дурдиев дидар но с нарушением правил немножко подтолкнул да и тем более его очень неплохо блокировал защитник халайской команды и дудеев дурдиев дидар здесь конечно же нарушил правила абдозис макамов с мячом ждем выноса мяча вводит мяч в игру борьба на втором этаже 1 мяча джоэл коджо ну я всегда честно говоря хвалил игру джоэлла коджо честно говоря ну в топ лиги он конечно же феерил но в этом сезоне это не блюдо не наблюдается конечно но опять же это немножко неправильно с моей стороны ради справедливости я отмечу ну по одному матчу по первому тайму судить игру игрока но тем не менее все таки от этого ганского молодого нападающего ждем конечно большего да он выполняет очень много черновой работы отыгрывает и сзади и впереди подключается но тем не менее как главная ударная сила команда он должен играть как лидер и нестись вперед что и пока что мы пока этого не видим но тем не менее самодачи самодачи у него очень хорошая алгезы ойнережесы бузылды дағы бери рет өте гөп ойнережесын бузылған бесси гөрюдөз бүнкөбеттесте бұлда шындығында чүнікті анкенемия өте оршындуу өте бір манилу беттеш андықтан бүнкөбеттесте өзгөчөбір оруй стилде оруй түрде өтіп чатат андықтан чындығында ұшында и көріншітердің уламдағы біз көрген жиынтық чыгып келіп чатпай олгезде стандарт қавал мұна учырда алай командасы жақшы бір мүмкшілікті еб олуда шул авалдан қандайдер бір жиынтық чығаршы керек бұға чейн берінші голду алай командасы ұшы стандарт қавалдан керізген жақшы біреу сандықтан дал ұшы стандарт қавалдан дағы бір рет елдер сардарбеков гол жаратат деген үміті өзшоң анткен есіңіздер салгеттен ұшы оңғанат тараптан елдер сардарбеков өттөбір кереметті соққыменен гол жарат алған андықтан күте өз күте өз елдер сардарбеков айпанша күтірілген топ жоқ ечке мүлгірген жоқ дарексис топ а біреу қопты олшы егерде біреу жарым ұшы солғы тараптан қошыла қалғанда екенші қаватты албетті бұл авалда гол жаратқанға мүмкіншілік бар болшы елдер сардарбеков адышада командасының мұрдақ ойыншысы үшіндіғында өті креативді талантты жаш жарым ғорғачу бұл қыз сезонда алай командасын құрамында қандай ойын көрсетет болдыкен егерде үші бүйін күбеттештегі де ойын көрсетсен да бұл ойыншы сезондың үшті-үшті ойыншыларын қатарын толықтай үшіндіғында топ мені нахал командасы көтерілген топ ешкім джо қабдазис махамов өз ордында қынтықсыз ешенімді ойын шашылыш түрді шарған топ джоэл коджо бір оқ қойын режесі бұзылды джоэл коджоға қарата жана дағы бір үрет стандарт қавал үшін үкі төп ардага адылжан абдрахманов жана мүридин шарифи бізін әкран даруыста жану шелгізді акрам джоң нұмаруфты біз көрі алдық обетті бұл тазірбалы ойыншылар шығы стандарт қавалға қошылған ғарекеттен ішкерек Тимур Талипов топту Қытырылген топ, Қытырылген пекин шығабатты, Құл, қол Жақшы бір мүмкчілік, жақшы бір мүмкчілік Құл Құл осық шығы джоғы бір оқ бартығы идеалды түрде басалып жатқан бір оқ Құл Құл сында дагы бұштан чығар пен мүмкчіріне еу олду Тимур Талипов Тимур Талипов Ай-ай-ай! Канда катачилык нау шу контур-шаулуға мүмкішілік беріп чатат. Ахалық командасы. Кайрадан Карамағашы контур-шаулуға чыққанға мүмкішілік алалды. Топменнан оншыға тарасандағы Абылов Гуаныч. Гуаныч солғанатқа готоруда. Солғанаттан қайрадан позициондық ойын башталды. Негізелі позициондық жына комбинациялық ойын тараптан. Шындығында Ахалық командасы күстілік қылуда. Жана өшелегізде Алай командасының қорғатшыларын, жана айрым ойыншыларын қатачылыға албетті. Үшіндай мүмкішілік күйі жол беріп чатпайбы. Гуаныч топменнен Борборбіргі көтерілген топ. Соққуға жеткен жоқ. Анысы жақшы. Даблят Жан Баратов. Қысымға чығуда. Тимур Талейпав. Борборбіргі. Амуржин Шарифи. Джоэл Кочу. Борборбіргі көтерілген елдер Сардарбеков бар. Джоэл Кочу. Мене қылу отасын? Сардарбеков бар меспелі жаныңда. Чығарыш керек болшу. Біраз аш көздіңгенде сезіліп қалды ма? Бұл авалды. Бұл эпизодті Джоэл Кочу. Жанды Елдер Сардарбеков борбор бөлікті топты күтік жатқан. Егерде Сардарбековқа топты чығарғанда мүмкін. Андан арыдағы бұл шауылды егерік түрек. Уландықынға мүмкін сүріктізілген шыңдығында. Біздің экрандарысыда Даблят Жан Баратов. Дағы бір қанттық сырақшылардың Қатарында ойын жүрізген ойыншы. Мұрдақы сезонды топменен ұйчырда. Аққал командасы Биг. Гөтерілген топ. Азырынша ойындың ұрғағы бірас басаңдай түш тұқшойт. Джоэл Кочуға бағытталған топ. Джоэл Кочу! Джоэл Кочуға бағытталған ұрға бағытталған ұрға бағытталған ұрға бағытталған. Тимур Талейпов жақ пұз көтерілген топ. Соққыға мүмкін жүрігі жеткен жоқ. Джинт үңді топты Алстанға. Алстатқанға Алекеттенге нақалдықтар. Азырынша өз мақсатына жетелек. Ау-тавалы топменен. Санжар Шаршеев болған Санжар Шаршеев. Адыл жонға адыл джан. Кататшылыққа жол берді. Тимур Талипов же был закончен Нет, нет Мне кажется, что я не смогу. Я не могу сказать, что я не могу В этом случае я слышал Это не то, что я не знаю Это не то, что я не знаю Это факторы Но это было на мошенция В этом раз в Алей Мы об этом ahead of you В этом году, когда я знаю, В 3 сезона, 3 чемпионов Акрамжан Умаров 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 Но вот не хватает голов С мячом Батыр Бабаев Галкипер Газовиков На наших экранах это Тимур Талипов Новичок Органской команды 95 года рождения Тимур Талипов 24 года ему В этом сезоне Летний трансфер на Хно перешел Еще раз повторюсь Из Тана Узбекистанского Пахтакора И пока что Выглядит на поле он неплохо Как полузащитник он неплохо справляется Со своими задачами Связывает оборону с нападением И в прессинге неплохо играет И в передаче у него неплохие Но голевых пока не видим Так Было ли нарушение правила? Да кажется было Напомню уважаемые телезрители Что счет пока что 2-1 Не в пользу нашей команды Но есть время Есть время Так что будем надеяться Что в конечном счете Счет изменится Так что ждем Еще напомню уважаемые телезрители Что вы смотрите в прямом эфире На телеканале ЛТР Также идет онлайн трансляция На официальной страничке в фейсбуке Телеканала ЛТР И на ютуб канале Телеканала Крыгий Спорт ТВ Так передача на левую фланг Эльзиар Сардарбеков Обостряет Да Был понятен его замысел С левого фланга Закрутить мяч на Джоэлу Коджу Но с исполнением не повезло А тем временем готовится замена В составе туркменистанской команды Готовится игрок под восьмым номером Сапар Мурадов Ихлас Так Не доиграл этот момент Амуридин Шарифи Передача налево Дальше налево Здесь уже защитник подключается Ахал пока что владеет мячом Газовики впереди Будет ли навес Нет передача Короткая передача Вынос мяча в центр В никуда Подбор за туркменистанской командой Удар издалека Абдуазис Махамов Неплохо сыграл И Овсайд Так Вынос мяча Очень быстро ввели в игру Мяч игроки осьской команды Но Не сумели они конечно развить атаку И в перспективе мы Ничего не увидели Так Акрамдон Умаров Очень тяжело играть на таком газоне Конечно Это чувствуется И Полет мяча Непредсказуемый Отскоки Вот эти Которые не поддаются Никакой Я бы сказал Так Ой-ой-ой Нет-нет Пенальти не было Оказывается Мне на секунду Доли секунды Показалось Что было нарушение правил Против Амуридина Шерифея Но арбитр показывает Все было в рамках правил К сожалению Конечно А тем временем Тренер Узбекистанская Узбекистанская Говорю Туркменистанская команда Равшин Мередов Дает указание Своему Игроку Сапар Мурадову Ихласу Который готовится Выйти на замену Но этот полузащитник Конечно Постарается По большей части Помочь команде С владением мячом Потому что Ну Владение мяча Конечно У нашей команды Но тем не менее По голам Впереди Ахал Да Вот такой Парадокс Футбольный Но Оно имеет место быть В сегодняшнем матче Потому что В отличие от Туркменистанской команды Мы больше атакуем Больше прессингуем Больше Владимир мячом Но По реализации моментов Конечно Мы немножко уступаем С мячом Гурбангалы Ашимов Вынос мяча Подбор За Орской командой Джоэл Коджо Сумеет ли Сохранить мяч Нет Ему сложно В такой ситуации Конечно Разобраться Было ли нарушение Ну По-моему Не было Честно говоря Да Был корпус Но опять же Грубого нарушения Не было А тем временем Замена У нас Уважаемые телезрители Игрок Под 17 номером Тагаев Эльман Уходит на замену А вместо него Выходит Восьмой номер Сапар Мурадов Ихлас Замена по позиции Конечно Ну Решение Главного тренера Ахала Понятно Старается Старается сейчас Немножко По большей части Владеть мячом И конечно же Ихлас Сапар Мурадов Обязан Своей команде Помочь С такой задачей Конечно Вышел он На замену А мы будем Надеяться Что мы продолжим Больше владеть мячом Больше атаковать И реализовывать Свои моменты Адылджан Абдрахманов Филигранно Обыграл своего Оппонента Но С пасом Не повезло Своевременно Сейчас в обороне Очень надежно Сыграли защитники Турпенстанской команды Но В целом Пока что Мячом владеем мы Заброс На левый фланг В центр Джоэл Коджи играет Так Амурди Шарифи Пока что неудобно Ему пробивать С левой ноги Нужно отыгрывать Нужно отыгрывать назад Да Отыграл Улубек Рискулов Есть навес Высоко Высоко Слишком высоко Да и Офсайд был Но Комбинация Неплаха Жақшы Мюнкүчүрік бар Болшу Жақшы Мюнкүчүрік бар Бізден командада Бірок Телекі ғашы Мақсаты Узға Жет алған Жоқпыз Учурда Бізде Алмашу Алай командасында 29-үші Катарсандағы Давляджан Баратов Фесалуға Гетуде Аның ордына Жарым ғорғачу Кабылбеков Айдарбек Ойынға ғошылды Алмашу Чындығында Позиция ойынша Елдер Тағырағы Давляджан Баратов Жарым ғорғачу Аның орнына Дағы бір Жарым ғорғачу Ақылбеков Айдарбек Ойын ғошылды Емей біз Айдарбеков Ақылбектен үміті үзі үші үшінді Ойынға Жақшы Бір үзінің үмігін Бір үші өтіп Жардамын беріп ғол ғырзгенге Салмын ғош өттеп Күтіп жатқан үшіруыз Ең башқысы үшіл үміті үз Иш үзінді Орын алсанда Мұқты ола тілі Топмен үшірді Алай командасы Сарайып ғағазы үші өтілді Стандарт қавал Топменден Алай командасы үшіл 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 Праздник. Сделайте ваше время. В первый раз. Ахалов. Бор-бор бёжути, ищи кем-командисты. О-ой-ой, ненавиды от него? Абдуазис Махамов. О-ой энергия не будет здесь. Абдуазис Махамов. Эвакуа в игре. Но с игрой не будет. В игре, аж эти игры не будут. Ахалов, агитар, агитар, агитар. Агитар Беков. В игре. В игре. В игре. качарган топ киска пас бор-бор беру коджок рикошет пол калды не олдем им чиндыгында визу чалымбады топ тимге берет демек топ ахал командасында топменен ашимов курбангалы топта берінші алай азырынша сары қаралар аракеттенгенменен негелік тақыр жылмай бай жатат бірақ ошынсы дағы жақшы комбинациялар болуда ойын болуда болған онышу қататшылықтардан арылса ойында жақшы олмау қанча мүнчәкішіне кемшіліктер болу қатат ажалпу жоңның алай жаман емес оңын атқа көтерілген топ бейік қататшылық мен шарылған топ жейіндіңді ау тавалы ахал топменен ау тавалы топмен ұчырда түрк мұнстандық команда бор-бор бөлікі қайрыдан ішкі бөліктен шарылған топ жақшы топту сақтай алды да жана соққу ой 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 қопту қопту абдуазис мақамов топменен оманды қадис омар мұбарак көрсетуді жейіндіңдіңді шашылыш еретте шарылған топ сандарт қавалдан жейіндіңдіңді мұна джоел коджо өзі қысымға қызыңға шығып шо қаршылға топту тартуалы өретінде ойын дүргізуді ау тавалы топмен ұлай шарылған топ джоел коджоға топ жеткен жоқ ахал топменен қайрадан аут бір астан болса дағы өзінің дар базасынан алыс атқанғы үлгіріп жетшат тазырынша алайдың қаршылаштары ұшында мүмкіліктермен пайдаланыш керек албеттан үшінді айвалдарда сөз түрді қаташылғы орналады жоқ пас жеткен жоқ тамай емес тағым ес пас дағы қаташылық паста бұроқ адилжон абдрахманов топқа жетшалды алай командасы топменен улық бек риску олаф сол ғанаттан көтерген топ жана соққуға үлгіріп бе батыр бабаев өз ордында топту ашыра шығаранға дейчалды топменен қарядан алай командасы алыстан соққу жақындавастан іле алыстан іле соққу ұзатқаны туыра көрген тимурталипов соққу ұзатты іле біроқ рикашат болып қалды адылжон абдрахманов он ғанатқа шарған тоу бірақ бұл ерет түркменстандық команда топту эшпир қыншылықсыз топту шығы күшіне кейбаладан монпоси тарт олған дәлі тарт олысы деймей мұнда гөріншіне албетті сұрау жаралады пас арқылы ойыны сатура олып біледеген тимурталипов жойылқу жо топменен соққу негізі бүнкөбеттеште батыр бабаевта жүмішкөп анау шелегезде ахал командасының қорғатшыларында да жүмішкөп болуыда бір нече топту шығы қорғатшыларды шығарып кеткен анықтан егерде бүгін егілік ахал командасынан жылмайсанды албетті бұл жейінтіктің егілік қошқан албетті бұл жекелі батыр бабаевмес қорғатшылардағы алмашу бір қорғатшыларды бақыт маматов және бұл алмашу біраз маға кішіне кішіне чүніксіз болуыда spoon көрсілі бұл алмашу бәрі дәле дәлі бұл үрл meg үш үйінітікті бұл үйл бұл үйдін бір үміттіу қылғатшылмась Солган Атка Амурожин Шарифи. Бор-бор-борка топ-ту. Чыгар чекерек. Джапис. Чыгалған топ. Чыгал Аттан Грошу. Коджо. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Сол буты мене соқ кузат делеп. Бирок. Куатты олбай қалды. Куатты олгонда. Сөз түрде гол болмак. Акрындат. Гелетат. Гелетат. Ең-башқысы ұшыны улан чекерек. Құшына көрінші төрді. Гөөйтші керекті ажана соқ кузатшы керек. Олық бай Крис Куулов. Бізнекрандар ұста болды. Негізе бұл ойыншы үшіндігінді. Бұл ойыншы ойын қаушылар менің дару олі. Активді ұшы флангтағы чауылдар башталды. Дағы бір ұл ойыншысы жарақатты алған біз бай қоуыда ұз. Емес, уақыт-чою амалы емес бі деген сұра бар бізде. Негізе біз бір өсті футболды уақыт-чою деген сияқты көріншілер бар, симуляция деген бар, актерлық-чеверчілік деген бар. Рандықтан, үшіндігінді мен 100%-денгелді айтал байым, жарақатты алды жа, алған жоқ деп. Бірок, ұшынты дағы уақыт-чою аракетті сияқты омаға сезіліп жатады. Жетінші қатар сандығы моразалиев довран. Жарғат алған. Бізінеек қарандарығы сау, осы, жарған көрің көргөкіл. Ну что ж, Лугвик Рискул в спешном порядке вводит мяч в игру из аута. И уже, как мы заметили, в Аше сейчас начался мелкий моросящий дождь. Не самые лучшие погодные условия для игры, но это не мешает, конечно. Накал с тростей на поле, у Лугвик Рискулов далеко закидывать. Есть заброс, но нет удара. Есть заброс, но нет удара. Вот не хватает вот этого удара, конечного такого, знаете, реализации. Такое ощущение, как будто я смотрю матчи нашей национальной сборной. Я, конечно, люблю национальную сборную, но у нашей команды тоже были моменты, когда мы часто владели мячом, часто атаковали, но не могли завершить атаку. Вот такая ситуация складывается и сегодня на стадионе имени Ахмад Пико Суимбаева. Поэтому вот такая параллель. На наших экранах Мирза Бекназаров, по 30 номерам, полузащитник Туркменистанской команды. Ну, закончу свою мысль, конечно, ради справедливости нужно отметить, что Кристинин Александр Кристинин решил, конечно, задачу, проблему с реализацией. И сейчас в итоге наша сборная минимум забивает по 1,5 гола за матч. Тем временем у нас очередная замена в составе, третья замена и последняя замена в составе Туркменистанской команды. В игру вступает... Уходит на замену травмированный Орозалиев Довран. И вместо него в игру вступает игрок под 24 номером Анануев Гурбан. Кстати, лучший бомбардир прошлого сезона в Кубке АФК в составе Ахала забил больше пяти мячей. Помним его голы и ворота Орозская команда. Поэтому с ним нужно быть очень осторожным, деликатным. Так что есть работа и задача у обороны Орозской команды. С мячом. Ахал. Передача налево. Так, в офсайде он, конечно, находился, поэтому и оставил мяч. Адалджан Абдрахманов на Улубека Рискулова. Рискулов на Амуридина Шарифи. Амуридин Шарифи сам. С левого фланга в центр сместился. Удар! Ой-ой-ой! Немножко не повезло. А все делал грамотно. Все делал целенаправленно. Все сделал, как говорится... Ну, правильно. Закончился у меня аппетит. Одни эмоции. Ну, потому что пас был своевременным. Сместился слева в центр. Ударил. Немножко вот точности не хватило. И везения вообще. Фортуны не хватило, конечно. Но неплохо. Довольно неплохо. Да, тянет, конечно, откровенно говоря, игрок по 10-м номерам туркминстанской команды Абылов Гуалыч. Тянет время и сразу же освистали его болельщики. Так. В простейшей ситуации допустили ошибку игроки Аллайской команды. И пока что непонятно, что творится на поле. Потому что, ну, как бы нужно играть. Время поджимает. Это игроки Аллайя как-то допускают ошибки. Ну, ладно, не буду винить. Это, конечно же, опять же. Ну, с позиции человека, который обозревает этот матч. Мне, конечно же, не терпится увидеть второй гол. Не терпится, чтобы наша команда победила. Поэтому прошу и вас тоже меня понять. Свою защиту, я бы сказал бы. Ну, да ладно. Итак, продолжим матч. Из Аута в мяч вводит Аллайская команда. Пас на Нуршултана Атамурзаева. Атамурзаев с мячом. Играет с Талиповым. Есть Акрамджон в центре. Но лучше, безопаснее, конечно, заброс. Так и есть заброс на Коджа. Но до Коджа мяч не доходит. Мяч в центре поля. Так. Заброс вперед. Улубек Рискулов. Рискулов на Адлджан Абдрахманова. Абдрахманов на Тимура Талипова. Тимур Талипов должен на правый фланг. Зачем на Коджа навешивать? Ну, Коджа же не самый высокий игрок. В верховой борьбе он часто проигрывает именно в центре поля. Поэтому, да и, в принципе, на правом фланге сокоманник открывался. Нужно было сделать на правый фланг пас. С мячом Ахал. Пас в центр. Мяч срезается. Так, возможность для Ахала. Справа фланга удар. Навес. Будет ли удар? У турпинестанской команды, конечно, нужно здесь подальше отбивать мяч. Так. Заброс вперед Узбек Рискулов. Не точно. Мяч покидает поле. Замена. Еще одна замена. В составе турпинестанской команды. Уходит Мирза Бекназаров. Игрок под 30-м номером полузащитника. И вместо него выходит форвард Султанов. Пермурад. Интересно. Если Бахут Маматов выпускает вместо игрока атакующего плана защитника, то пока что выигрывающий турпинестанская команда выпускает второго форварда. Вот такие вот изменения у нас в игре. Чимур Талипов. Очень активный. Очень матчем. Так. Заброс на правый фланг. Успеет ли? Да. Нет, нет. Немножко не хватило. Поспешил я с выводами. Ахлубек Айдарбеков пытался здесь догнать мяч, но не сумел. А я напомню, уважаемые телезрители, что спонсором телетрансляции является торговая марка Нитро. С мячом. Ахал. Так, мяч у Ахлубека Айдарбекова, но он выпускает мяч из-под контроля. И аут у нас. В положении аута очень мало времени остается. И, конечно же, нужно. Нужно уже идти вперед. Да, есть как бы ответная игра в Туркменистане, но все равно лучше подстраховаться. Лучше главное провести свой домашний матч очень так уверенно и желательно с победой. И поэтому нужно, конечно же, все силы бросить на то, чтобы в дебютном матче в этом сезоне, в новом сезоне, выиграть. Ну что ж, мало времени осталось. И тем временем есть ли офсайд? Нет, офсайда нету, но есть нарушение правил. Конечно, не умолкают болельщики сейчас на стадионе имени Ахматпека Сьюимбаева. Подбадривают, бьют барабаны, заряжают, гонят свою команду вперед. И, конечно, мы, уважаемые телезрители, тоже гоним нашу команду вперед. Потому что, ну, надо, надо, всей стране надо. Не только болельщикам клуба Алай, но и всем кыргызстанцам. Ну, хочется, чтобы в групповом этапе, как в 2017 году, было сразу две команды. Тогда и шансы выхода из группы будут, как бы, побольше. Штрафной в исполнении игрока Ахалан, но высоко. В молоко, как говорится, не точно, сильно, но безрезультатно. Джоэл Коджо, отлично. Сыграл в этом эпизоде, ускоряется, смещается в центр. Есть пас, но не точно. Не точно, можно же было поточнее дать. Я не виню, конечно, Джоэл Коджо, но давайте, Джигиты, нужно решать. Решать нужно момент. Заброс на Талипова. Талипов пытается здесь с двумя игроками побороться за мяч, не удается. И здесь уже в противоход действует турпинстанская команда. Но Абдуазис Макхамов, далеко оставив ворота, выходит, помогает защитникам. Но мяч в итоге-то потеряли. Но, тем не менее, вернули. Улубек Рискулов ждет, конечно, своих сокомандников. Так, Джоэл Коджо на левом фланге. Нужно делать прострел или навес. Нужно что-то делать. Рискулов! Навес слабый, низкий. И было ли нарушение? Да! Стандартное положение. Но у Дэвискулов говорит, что нарушение было именно касание мяча, а рукой было внутри штрафной. Мол, был пенальти, но судья решил по-другому. Но, тем не менее, это опасно для Ахала. Это очень важный момент всей игры, я бы сказал, не побоюсь этого слова. И видим, болельщики ждут. Мы ждем, страна ждет. Отличный момент. Итак, у мяча Тимур Толипов. Тимур Толипов ждем шедеврального мяча исполнения штрафного с правой ноги. И у Луфбек Рискулов тоже. У Луфбек Рискулов тоже является штатным исполнителем штрафных. Итак, Тимур Толипов! Как рикошет угловой. Но, тем не менее, угловой тоже неплохо. Можно, конечно, на втором этаже что-нибудь придумать. Навязать борьбу, пробить. Тимур Толипов у мяча. Так. Кульманиционный момент. Всего матча, я бы сказал! Так. Ахлубек Айдарбеков. Зачем-то отыгрывать назад. Была возможность сыграть наоборот вперед на фланг. Но нет, решил все-таки подстраховаться. Заброс вперед. Ну, офсайт же, конечно, офсайт. Ну, куда? Три игрока сразу. Офсайт был. Зачем, ребята? Так. Не до понимания, конечно. Эмоции кипят. Есть между противниками. Акрам Джон Умаров. Ну, Акрам Джон Умаров сам парень такой спокойный, честно говоря. Но, тем не менее, на игре он эмоционален, как и остальные. Его защиту, я бы сказал. Поэтому. Чисто игровой момент. Стандарт хавал. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. не ими ойнур и есть бузулган жоқта болжақтан бұлабалда улыбек рисков мы на 100 доматын билгизу да ол башка алысқа ечханда ойнур и ес бузулган жоқ деде брок хомар мубарак козын чечиминен козын чечимин ечхандай өзгүрткен жоқ стандарт кавал кайрадан бұл ерет ахал командасында не дейбіз семей болыр еш болды еңбашқы семей шоқ қалған уақытта бірінде сөйлеп тапқан әрекеттен жүкерек болуған күш әрекетті болуған командамен толуғымынен бір ел ойншыны қалтырып тұрып шауылға шықса дағы тұра олады азыр қавалды азыр бардық варианттар бардық көріншітер жардан беріші мүмкін анықтан толуғы түрде қолдың қоңға әрекеттен жүкерек топты 11 үш қатарасанда қалдын ойыншысу чауылчу дүрдеев дидар дүрдеев дидар топты алыстан соқ қу бек бек бүтті ұрматты өтере көршілер тілейке қаршы мұна ғош шарында өтіп жатқан алай командасының бұйылқы сезондағы дебюттік беттеше иүріксіз болып жиынтықталды бір оғысындағы команда албетті болғын күш әрекетін жүмісады жақшы ойын көрсеттің әрекеттен жүті жаңа жалпы көрмандарға дағы эмоциялар тартылады албетті алды да дағы бір ойын бар тағырағы 27 февралда дау шеки команда алай жанахал түркменстанда жоғып тұқ беттеш өткөзөт аңдан соңға нағын екі беттешін жиынтығында белгіл олады кемесе кейінкі басқычқа чығардың мұна ұрыма то тілің әрекеттің құшталға бәкімізгі бұл шығында жүйке әрекеттің әрекеттің ғырматтың қарады, беттешт typical әдеттің әрекеттің әрекеттің әрекеттім әрекеттің әрекеттің әрекеттім әрекеттің зәрекеттің әрекеттің қаламтады 5-0 в пользу Туркменистанской команды, но тем не менее игра была насыщенная, игра была богата на эмоции. Будем надеяться, что в ответном матче наши игроки добьются победы и выйдут в следующий этап. Ну а все время для вас матч смотрел и комментировал я для тебя.